Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, что стало причиной столкновения трёх автомобилей на трассе. Вот тут отсюда, вот он вылетел, его начало мотать, и он пошёл мне навстречу туда. На широкой дороге столкнулись два грузовика и легковушка. Просил друзей остановиться и втайне от них грабил магазины. Ты заранее спланировал, что в этот магазин? Или... Нет, просто покутил, видно. Место тёмное там. Задержим подозреваемые в нападении на торговые точки. Один номер при любой проблеме. Сейчас подозреваемые в 80 ночи, я могу помочь. Как прошли праздники для сотрудников службы 112. Это и не только. Прямо сейчас. Не хватило четырёх полос, чтобы разъехаться трём автомобилем. В Пестричинском районе на трассе столкнулись два грузовика. Один из них Почтовый и Лада Калина. В результате один человек пострадал, а автомобили нуждаются в серьёзном ремонте. Причём, вероятнее всего, не всё имеет смысл восстанавливать. Динара Камалова узнала причины происшествия. От него убежал кабин, и он прицеп. Он убегал, а его всё равно догнали. В Пестричинском районе, недалеко от села Богородское, столкнулись три автомобиля. Водитель грузовика ДАФ рассказывает, ехал из Москвы в Челябинск. Перевозил почту, но до пункта назначения посылкам добраться вовремя не удалось. В большегруз въехал Hyundai с номерами Нижегородской области. Вот отсюда он вылетел, его начало мотать, и он пошёл мне навстречу сюда. Водитель Hyundai ехал в Казань, но не доезжая до города, встал на скользкую дорожку. Работник почты видел машину, стала заносить из стороны в сторону, после чего иномарка вылетела на встречную полосу. После касательного столкновения с длинномером Hyundai лоб в лоб ударил Ладу Калина. После такого двойного столкновения кузов Hyundai уменьшился почти вдвое. Водителю срочно понадобилась помощь врачей. У него нога сломана левая, ну вытащили, на скорую положили, увезли. Водитель Лады не пострадал, а вот его автомобиль изувечен так же сильно, как и Hyundai. Обе машины покинули место ДТП на эвакуаторе. Большегруз из-за пробитого колеса также не смог уехать с места аварии. Водитель почтового автомобиля остался ждать помощи коллег. Динара Камалова, Даниил Филатов, Вызов 112. Поймали на одном, а судить будут еще и за другое. Полицейские задержали 29-летнего казанца, подозреваемого в грабеже и краже. По версии стражей порядка, сначала молодой человек украл металлические трубы, а спустя какое-то время напал на мужчину в подъезде жилого дома. Все подробности расскажет Рамиль Шайдулин. По факту совершенного грабежа в отдел полиции обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что в подъезде жилого дома по улице Декабристов подвергся нападению. Неизвестный, как гласит уголовное дело, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил из его кармана 20 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Для раскрытия данного преступления оперативниками был пройден необходимый комплекс мероприятий. Опрошены свидетели, а также сзяты записи из камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, стало ясно, что неизвестный мужчина следит за потерпевшим на улице. И в подъезде они заходят вместе, где впоследствии злоумышленник отбирает у него деньги. В короткие сроки полицейские вышли на след грабителя. Им оказался 29-летний, ранее судимый, нигде не работающий мужчина. Вскоре выяснилось, что до этого нападения задержанный отметился другим преступлением. Полицейские установили причастность задержанного к совершению хищения металлических труб. Заявление об этом в полицию поступило от собственника помещения, расположенного в московском районе, еще в конце ноября текущего года. Оказалось, что злоумышленник незаконно проник на территорию объекта и похитил имущество с целью дальнейшей реализации его в пункт приема металла. Все похищенное нашли и вскоре передадут законным владельцам. Подозреваемый же до решения суда будет находиться под стражей. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям кража и грабеж. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Вызов 112. Заходил, грабил и быстро уходил, порой разыгрывая маскарад и стараясь не попадать в камеры видеонаблюдения. Но от задержания это не уберегло. Полицейские быстро вычислили личность подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины в Казани. Он рассказал Альбине Минебаевой, как и почему совершал преступление. Ты заранее спланировал то, что в этот магазин? Нет, просто по пути увидел. Место темное там. 26-летний казанец подробно рассказывает, как нападал на магазины. Он подозревается в совершении трех грабежей в разных районах города. Говорит, просто катались с друзьями на машине по Казани. Он просил остановить у ближайшей торговой точки под предлогом каких-то покупок и грабил. Друзья были не в курсе, что происходило в магазинах, когда туда входил их товарищ. Ты сразу зашел в магазин? Либо посмотрел, там есть кто-нибудь или нет? Да нет, спросил, смотрел. Первое преступление произошло 23 декабря минувшего года. В половине девятого вечера в полицию обратилась продавец магазина на улице Карла Маркса и сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на ружье, похитил из кассы больше 14 тысяч рублей. Позже, 28 декабря, с разницей в несколько часов, в полицию поступили сразу два схожих сообщения. В 0.15 обратилась 44-летняя потерпевшая. Она рассказала, что в магазин, расположенный на улице Мазита Гафури, порвался мужчина в форме сотрудника полиции, угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и похитил бутылку виски и 3 тысячи рублей. Несколькими часами позже о таком же нападении сообщила 20-летняя девушка-продавец в магазине при Волжском районе. У нее из кассы неизвестный забрал 31 тысячу рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Спустя несколько дней личность подозреваемого была установлена, и молодой человек был задержан. Похищенные деньги он тратил на алкогольные напитки и развлечения. С целью отвести от себя подозрения при совершении каждого преступления, молодой человек старался как можно меньше попадать в объективы камер, видеонаблюдения, установленных в магазинах. И всегда одевался в разную одежду, в том числе форму сотрудника полиции. Полицейская форма, пистолет и ружье у него изъяты. Вахитовский суд Казани избрал для него меру пресечения в виде ареста. Альбина Минебаева, Алла Рыкова, вызов 112. В Высокогорском районе очевидцы спасли соседа из горящей квартиры. Пожар случился сегодня ночью в одном из домов по улице Молодежная возле железнодорожной станции Куркачи. Еще до приезда огнеборцев соседи вывели из горящей квартиры жильца. Им оказался 51-летний мужчина. Пожар распространился на 3 квадратных метра. По предварительной версии причиной стала неосторожность при курении. Сообщение об этом пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Пожарная охрана, спасатели, полиция, скорая помощь, аварийная служба газа и служба антитеррор. В любое время суток человеку, попавшему в беду, придут на помощь после звонка на этот номер телефона. Звонящий может не знать адрес. В этом случае его местоположение вычислят по мобильному телефону. При необходимости ему окажут психологическую помощь и подскажут, что и как делать до приезда специалистов. Таких звонков на номер 112 в новогодние праздники поступает больше 6 тысяч. Об особенностях работы службы Аллы Рыкова. Сюда звонят в надежде на помощь. И здесь же ее получают. Уже 9 лет в Татарстане работает единый номер вызова экстренных служб 112. Традиционные 01, 02, 03 и 04 никто не отменял. Службы работают параллельно. Но в экстренной ситуации, говорят сотрудники системы 112, проще запомнить и набрать один номер. Основная цель нашей организации это приема и обработка вызовов, поступающих по номеру 112 с территории Республики Татарстан. Мы принимаем вызовы в двух центрах обработки вызовов в городах Казань и набережной Челны. Дежурная смена в составе 16-17 человек ежесуточно заступает на дежурство и принимает вызовы от абонентов всех операторов сотовой стационарной связи Республики Татарстан со всей территории Республики. Рассказывают, что праздники особенно затяжные, как Новый год, всегда испытания. Число звонков в сутки увеличивается на тысячу-полторы, а то и больше. В обычный будничный день меньше пяти тысяч звонков, в новогоднюю ночь больше шести. И с каждым годом растет. Итоги этих новогодних праздников подведут чуть позже. Число обращений в экстренные службы, может быть, остается примерно одинаковым. Больше становится тех, кто в случае необходимости набирает именно 112. Больше всего у нас по линии скорой помощи это порядка двух тысяч обращений. По линии МВД это порядка тысячи обращений. Ну и далее по другим событиям. Как правило, с момента звонка в систему до выезда необходимой службы проходит не больше минут. Диспетчер службы экстренных вызовов 112 все делает параллельно. И принимает звонок, выбирает экстренную службу или несколько, чья помощь необходима. И сообщает им о происшествии. Если необходимо, оказывает звонящему психологическую помощь. Это далеко не все плюсы. Система может определять координаты абонента. Часто бывает, что звонящий не знает адреса. Особенно, если это случайный очевидец. Номер 112 доступен со всех стационарных и мобильных телефонов. При этом не надо набирать никаких дополнительных комбинаций. На звонок отвечает первый освободившийся диспетчер. И все обращения четко фиксируются. Алла Рыкова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.